Привет, меня зовут Кит Северинов. В этой лекции мы продолжим разговаривать о векторах, а именно о трехмерном пространстве, при помощи библиотеки Freedom.js. В предыдущей лекции мы написали целый объект для HTML5Candles2D, который позволяет нам работать с векторами, а именно, мы написали функции прибавления, вычитания, умножения, деления и так далее для векторов 2D. Теперь мы посмотрим, есть ли такие функции у нас в библиотеке Freedom.js, и как эта библиотека нам позволяет это реализовать. Поехали. Для того, чтобы создать вектор, нам нужно прописать ключевое слово newfree.vector3. Давайте посмотрим, как это будет. Создаем вектор А равняется newfree.vector3. Заметьте, у меня уже документ vector3D.html, он у меня обычный вид имеет, то есть я там ничего не писал, как вы видите, обычная функция анимации, обычное отображение и с позиционированием камеры. Вот. Поэтому ничего здесь существенного нет. В данном случае объект вектор 3 у них принимает 3 аргумента. У них имеется в виду у библиотеки Freedom.js. Так, первый параметр это x, y и z, соответственно. Давайте напишем. По x у нас будет 10, по y 0 и по z 0. В итоге у меня вектор А совпадает с осью OX. Создадим вектор B. Newfree.vector3.10.10.0. Как вы можете заметить, у меня вектор B также направлен в положительную сторону и А и B образуют между собой угол, потому что B у меня чуть вверх отображен. Теперь создадим веки вектор C. Newfree.vector3. Мы не знаем, какие у него компоненты, поэтому мы зададим пустые скобочки. Для того, чтобы задать вектор, мы можем воспользоваться именно такой конструкцией. Но мы можем также установить компоненты по отдельности. Допустим, C.set.10.0.0. Вот такой вариант есть. C.set.x. Мы можем уже, в зависимости от того, что мы настроили первый раз вот здесь, мы можем видоизменить определенный компонент. Это очень удобно. C.set.y, соответственно. Так, 10. C.set.z. Минус 20. Минус 20, да. Тем самым мы видим различные способы изменения компонентов в ходе приложения, в ходе нашего кода. То есть мы можем не статичными сделать переменными, а динамичными. Это видоизменение компонентов. Вектор, соответственно. Теперь мы посмотрим операции. Первая операция, которую мы видим в объекте вектор 2D, это сумма векторов или же прибавление вектора к данному. Для того, чтобы воспользоваться суммой векторов, мы должны использовать такое же слово add, как и мы прописали в объекте вектор 2D. C.set.a, b. Тем самым мы сообщаем free.js, то, что мы будем складывать вектор а с вектором b. И посмотрим наш результат в консоли. Вот тут у меня открыта консоль. Смотрим. Вот создается наш объект. Компоненты x20, y10, z0. Проверяем. 10 плюс 10, 20, 0 плюс 10, 10. Все верно. Это у нас сложение. Вот так я сделаю. Для того, чтобы вычесть из вектора, мы должны воспользоваться функцией sub. a минус b. Тем самым сообщаем, то, что у нас из вектора a будет вычитаться вектор b. Посмотрим. Так, я сохраню сейчас. Вот так вот. Значит, 0, минус 10, 0. 10, минус 10, 0. 0, минус 10, минус 10. Теперь умножение вектора на скаляр. Или же на какое-либо число. Умножим вектор a, допустим, на двоечку. Multiply. Скаляр. Вот так. И выводим в консульт наш вектор a. Компонент по x должен быть равен 20. Да, все верно. Вот такие нелегкие, точнее, несложные методы в библиотеке Freda.js. Для того, чтобы делить на скаляр, нужно воспользоваться методом divideScalar. DivideScalar. Делим на 2. 5, 0, 0. Для того, чтобы узнать скалярное произведение, мы должны написать одну переменную. Допустим, мы узнаем скалярное произведение вектора a на b. Для этого мы создаем переменную a, b. Вот так вот, тривиально я назвал ее, чтобы было понятно. И прописываем a.dot b, то есть a умножить на b. Скалярное произведение, заметьте. И посмотрим наше число, которое получается у нас при умножении этих векторов. 100. 10 на 10, 100. 0 на 10, 0. Да, это верно. Это у нас скалярное произведение. Для того, чтобы узнать длину вектора, мы воспользуемся тем же методом. var len равняется a.length. И в конце выводим наш len. 10. Изменим. Поставим 3,2 для интереса. 10,5. Для того, чтобы нормализовать вектор, или же привести вектор к единичному, то есть создать вектор единичный, который будет колениален и параллелен нашему данному вектору. Для этого воспользуемся функцией normalize. var e, у нас будет вектор е, a.normalize. Тем самым, у нас этот метод делает нормализацию. Выводим наш новоиспеченный вектор е в консоль и посмотрим его компоненты. 0,95 и 0,3. Вот так вот. Надо сказать, 300,000. Так, это нормализация. К сожалению, проецирование я не нашел, но есть схожие методы, которые позволяют это делать. Для того, чтобы сделать проецирование вектора, мы должны сначала его привести к единичному, для этого мы воспользуемся функцией normalize, а потом умножим наш вектор е на какой-либо скаляр. Вот так вот. То есть, мы можем из тех функций, которые мы сейчас рассмотрели, уже сделать проецирование. Теперь, на очереди, наша функция, ну, которая у нас вектор 2d обращает наш вектор в нулевой. Здесь такого нет, но мы можем также установить при помощи set и setx, setx, setz все в ноль. Либо мы можем еще прописать условие, которое позволит нам определить, является ли вектор нулевым или нет. Для этого есть замечательный метод is0. Как он выглядит? Если, допустим, a.is0 равняется правде, тогда нулевой. в ином случае у нас будет он не нулевым. Как этот метод определяет, является ли вектор а нулевым? Для этого он сравнивает длину вектора с числом 0,01. Это число очень маленькое для WebGL, поэтому если вектор приблизительно меньше, чем это число или равен этому числу, тогда у нас вектор является нулевым. теперь предлагаю рассмотреть еще некоторые методы, которые не вошли в наш объект вектор 2D, но которые очень актуальны в WebGL. Во-первых, это метод определения дистанции до какого-либо другого вектора. var distance допустим dist назовем равняется a.distance to и b Очень правильно они назвали этот метод, потому что все понятно, что к чему идет. И выводим в консоль нашу дистанцию. 6,8 правдоподобно. Также мы можем высчитать высчитать нашу дистанцию в квадрате. Тоже очень полезное свойство. Для этого мы дописываем наш метод до distance to squared. Тем самым у нас вот это число сейчас возведется в квадрат. 46, так 46, и примерно 24, вот такие два метода мне хотелось вам поведать. Это определение дистанции до вектора. В этой лекции мы рассмотрели основные операции в вектор 3D или же в трехмертном пространстве используя библиотеку FreeDGS. Научились измерять и определять. С вами был Никита Северинов. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. До новых лекций. Пока. Пока.